Встреча с звездой Этот актер для меня показатель своеобразного творческого пути, как он себя ведет, как он мыслит. Поэтому я очень захотела, чтобы он приехал к нам в гости. Я очень рада, что ему очень понравилось. Он сказал, что мы теперь вообще будем дружить. Его дружелюбие и душевность отчетливо ощущались и в зале. Непринужденная обстановка, приглушенный свет и рассказы актера о своем творческом пути. С демонстрацией лучших фрагментов из любимых фильмов, обсуждением первых режиссерских работ и дебютных ролей. Все это придавало вечеру ощущение теплоты и уюта. Стать семейным театром, где можно отдохнуть, пообщаться с интересными людьми и почувствовать себя как дома. Главная задача новой творческой платформы, которую создала Наталья Бондарева. Все эти встречи, все сказки, которые мы там для детишек подготавливаем, чтобы они давали очень хороший импульс на радость, на добро, на любовь. В творческом пространстве камерного театра Натальи Бондаревой встречи с известными людьми станут теперь традицией. Театр является базой для передачи опыта и навыков начинающим актерам, ученикам фабрики искусств, с которыми своими профессиональными секретами и поделился популярный актер. Работа с детьми – это высшая степень искусства, мне кажется. А для ребятишек главное – раскрепоститься, быть готовым к новому, быть немножко, наверное, открытыми, дерзкими, такими, как раньше дворовые ребята. Вот тогда они хорошо усваивают. Способом раскрепощения актер обучал ребят на примере собственного опыта. Говорит, что учителей у него не было, все азы актерской профессии познавал сам. Ребята интересовались, какие роли играть легче, плохие или хорошие, какую эмоцию играть сложнее всего. Взрослых же волновало, каково это – сыграть любовь на экране. По правде говоря, все сцены, которые выглядят такими достаточно смелыми и откровенными, они на самом деле снимаются очень хитро и минималистично. И это достаточно такая невинная штука. Он мастерски играет как плохих героев, так и страстных обольстителей. С легкостью даются и сложные драматические персонажи. А вот сыграть комедийную роль Петеру до сих пор еще не приходилось. Но, как он признается, очень бы хотелось посмешить своего зрителя. Может, потому что сыну 5 лет, и он оперирует именно такой мимикой. Вот мне сейчас тоже хочется так вот. Посмешить немножко. Да, посмешить. Немножко Крамерова дать. Ну, раз хочется, значит, такие роли обязательно будут. И мы будем рады видеть Петера в новом амплуа. Далеко идущие планы и у камерного театра Натальи Бондаревой. Когда ты сидишь в своей раковине, да, копишь, 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 а потом бах! И начинаешь уже просто выдавать, выдавать.